Голова не заболит, шея не затечет, а вы просто выспитесь как дома. Бывало такое, что в походе ничего не предвещало беды, спальник был теплый, сосед не храпел, спали всю ночь, а на утро плечо отваливается, шея хрустит, и есть легкое желание убивать. Узнали себя или товарища? Пишите в комментариях свои истории. Привет, это Сплав, и с вами Анна Мигалина, туристка, гид, блогер и бренд-менеджер Сплав. У меня есть рабочая версия, почему голова болит, а шею ломит. Начнем с того, что в сознательном возрасте у каждого человека уже есть пучок проблем с шеей, спиной и воротниковой зоной позвоночника. Мы заложники мониторов, экранов телефонов, да и силы притяжения властны над всем живым. Поэтому голове, а как следствие шеи и плечевому поясу необходима поддержка. В этом нам отлично помогает подушка. Но почему-то только дома. Часто сталкиваюсь с скетизмом туристов, не использующих ее в походе. Но ведь расслабление – это путь к восстановлению. Ну и, конечно, я не призываю вас брать пуховую или ортопедическую с собой в горы. Для этого есть мини-версии, вес которых кратно нивелируется. Форма и наполнители также бывают разные. Самый удобный и компактный вариант – это надувная подушка. Лучше всего выбирать ее в специализированном магазине, например, в сплав. Подушка из супермаркета будет тяжелее в 2-3 раза, займет больше места, возможно, будет пахнеть китайским рынком. Например, вот вам квадратная подушка компакт. У нее оптимальный размер, чтобы расположить голову. А еще у нее есть углубление в середине, чтобы голова удобно располагалась, а подушка не убегала из-под уха. Она весьма компактная в сложенном виде и надувается за несколько вдохов. Кстати, не надувайте ее до отказа, как и надувной коврик, так подушка будет мягче. Есть версия в серии компакт в форме фасолинки. Она такая же мягкая, маленькая, но может оказаться более удобной для тех, кто кладет подушку внутрь спальника. Имейте в виду, подушка в виде подковы не очень пригодна для сна. И в палатке тоже. Для тех, кому хотелось бы, чтобы подушка была более сбитой и плотной, подойдет одна из самонадувных версий. Из-за эластичного поролона внутри она действительно лучше пружинит, приятно обнимается, реже пытается убежать во время сна. И стоит чуть меньше. Возможно, вы скажете, что спать на гермомешке, куртке или вообще рюкзаке с ходовыми ботинками и сапогами так же удобно. А я отвечу, все всегда очень индивидуально. Часто выбор спать на ботинках – это дань спортивной традиции. Но зачем заставлять себя спать на полене, если можно взять дополнительные 70 грамм? Кстати, версия с гермомешком тоже хорошая. Особенно если учесть, что в него стоит упаковывать спальник всегда, когда он не в палатке. А значит, на ночь у него можно сложить куртку. Главное, не пихайте туда реально жесткие вещи. К утру уши ломить начнет. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайк, рассказывайте свои истории в комментариях. Пока!